В этом видео вас ожидают поезда, еще поезда, и еще поезда, немного странные поезда, туалеты в поездах, нарутобусы, корпоративные могилы, огромные яйца, Оскорбление чувств верующих, оскорбление чувств других верующих, родина Кумамона, извержение вулкана, инспектор Эректор, красивые храмовые ворота с паром на фоне, очковая скорпаука Пендра, Японцы указывают нам наше место, японцы объясняют, как правильно резать вены, я попадаю в неловкую ситуацию, я кушаю, я кушаю, я кушаю, я кушаю, я кушаю, о, я кушаю. Мача женская мне больше понравилась. Как вы помните, мы путешествуем по Японии на общественном транспорте, ну, здесь быть, конечно, не обязаны ничего помнить, но это как бы вторая часть отчета о путешествии, ну и формально, если вы смотрели первую, то могли бы и помнить. Прекрасно. Ну, мы же в хороших отношениях. Вот эта поездка из Фуджи Йоши до Варима Ансен заняла у нас порядка 10 часов, и, ну, конечно же, я не буду выкладывать все целиком, все, что я там наснимал, пришлось, к сожалению, вырезать очень много полезной информации и смешных шуток. Ну, вы представьте их сами, а я, ну, какие-то кусочки так выложу. Ну, вот станция Цурущи, например, посвящена Виктору из паровозика Томаса, а если вы еще не заметили, на фоне проезжает поезд, обклеенный анимешной рекламой. Здесь есть карта поезда, даже есть отметка, где вы находитесь. Можно найти, где туалет, где инвалидные места, где сложить багаж. Есть список индикаций того, какое сидение занято, какое нет, на которое куплены билеты с резервированными местами. Можно пройтись по вагону и по лампочкам понять, на какой ты можешь сесть. Причем свободное — это красное. То есть, если у вас нет конкретных зарезервированных мест, как было у нас в данном случае, вы просто идете по вагону и смотрите, где горит красная лампочка. Там вы смело можете садиться, это место не занято. А на рукоятках на углах сидения есть вот надписи шрифтом Брайля. Ну, скорее всего, чтобы слабовидящие могли понять, где их место. Очень здорово. А это очень здоровская инструкция. Скорее всего, по использованию шинкансенов, выглядящая как манго, мне, конечно, никак не помогла. Но выглядело классно. Потом, как бы у нас была пересадочка, еще чуть-чуть проехались по Токио. И уже со станции Токио, где у нас была еще одна пересадка, уже достаточно долгая, потому что там очень большая и непонятная станция, мы, наконец, сели в шинкансен, который должен был нас везти из Токио через Киото-Йосаку до станции Шинкобе. Шинкансены — это скоростные поезда в Японии, переводится что-то типа как «новый поездопровод». И они считаются, ну, такими драконами среди поездов, такими высшими поездами. И у японцев даже присутствует какой-то такой некоторый культ вокруг этих транспортных средств. Ну, не скажу, что их боготворят, но близко к тому, что на самом деле не мудрено, ведь билет на одного человека, вот на тот шинкансен, на который мы сели, стоит примерно 150 баксов в одну сторону. Чтоб вы понимали. Ну ладно, уговорил. Вот, кстати, в мою прошлую поездку в Японию, когда мы на велосипедах передвигались, вот прям с этого вот светло-серого здания, с балкончиков, я снимал для вас рассвет над Киото, помните? Ну, в этот раз, к сожалению, Киото не было нашей целью, что, в общем-то, жалко. Нашей финальной точкой поездовых поездок в этот раз была станция Саномия, чуть-чуть не доезжая до Шинкобы. Она расположена там, мы должны были пересесть уже дальше на автобус, но у нас было время немножечко погулять. Я вот облапал кучу велосипедов в местном магазине, что мне доставило немало удовольствия и вот еще и поныл, конечно же. Обратите внимание, страна с нормальной развитой велокультурой, поэтому здесь, ну, как бы, обоссанные горные велосипеды продаются только в специальных магазинах горных велосипедов. А, ну, нормальные люди ездят на нормальном, правильном транспорте для города или для передвижения между городами. Вот там максимум, там, два стоит каких-то, ну, таких условных МТБ. А все остальное — это настоящие велосипеды. Зашли поесть в какое-то, ну, первое попавшееся, но вроде не особо подозрительное место, куда, в принципе, заходили только местные, и меню на английском было только распечатанное на черно-белом принтере. Но в Японии есть вот этот бонус, что куда бы ты ни зашел, как бы странновато не выглядело место. Скорее всего, отравление тебя не ожидает. Я за две поездки ни разу не занимался поносом или оральным поносом. Вот. Еда всегда хорошая. На остановке с названием, похожим на имя персонажа аниме, мы сели в автобус, который начал очень стремительно и очень активно набирать высоту, ну, то есть прям под серпантином забираться все выше-выше-выше в горы. Потом, ну, прям стало совсем люто высоко. Ну, и когда мы в итоге забрались до нашей финальной точки Арима Онсен, оказалась небольшой проблемой из этого автобуса выбраться. Ну, типа, японцы, они классные, но как только ты не в Токио, появляется одна проблема, они ни черта не говорят по-английски. Когда мы пытались голосовой набор Google Translate сделать, он нам переводил, что водитель нам говорит, что мы уже сходили на рыбалку, поэтому пришлось объясняться, ну, жестами. Это, конечно, один, все, это все. Это 6-двыше. Да, 5. Это не нужно, чтобы все выплатить. Это только в change-раке, поэтому... Хе-хе-хе. В change-раке, поэтому... Что ты стоишь? Он что хочет, чтобы каждый расплатился? Я не знаю. Человек только поменял деньги и не получил деньги. Он тебе только поменял их. Тысячу вот здесь. Тысячу, тысячу. Да, 6. А, это сдача. Он нас не упускал, пока мы не подтвердили, что мы поняли, что это сдача. Да, хорошо, спасибо, Алиса. Он борется. Арима Ансен — это город-курорт с ансенами. Поэтому в гостинице там к туристам как бы готовы, и персонал, все-таки в отличие от водителя автобуса, может общаться с англоязычными людьми с помощью вот таких вот шайтан-коробочек, которые переводят с японского на, ну, низшечеловековский. Что случилось? Прости, что сейчас у вас есть? В каком времени у вас есть? В какое время у вас есть? Восемь. Восемь? А вот вопросом, можно ли Олесе с татухами заходить в ансен, и мы, конечно, их поставили в достаточно затруднительную ситуацию. Ты можешь спрятать. Ты можешь спрятать. А, спрятать. Когда мы добрались в номера, вот это нам почему-то показалось хорошей идеей. Кто выиграет, тот. Главный дебил. Так либо умрет, либо у нее будет сексуальная жопа. Либо он умрет сексуальной жопой. Наша цель — 1200 раз. Хорошо. Напомню, что наши рюкзаки весят где-то в районе 20 килограмм. У Алины около 18, а у меня 20 с небольшим. Ну, как бы, знаете, горы, разряженный воздух, мозг и так, как у хлебушка. А там он от кислородного голодания как бы начинает принимать не самые лучшие решения. Ну, а что вы? Ты хочешь, чтобы кто-то умер один? Ну, ладно, второй подход получился. Нет, так не честно. Так не считается. Ладно. Ладно, динс. Победила, Дрюшва? Наконец-то в этом традиционном номере шкафу, где ты не знаешь, какая дверь тебя куда поведет. Возможно, здесь ванна, а здесь улица. Ну, нет, здесь проход дальше. Наконец-то здесь мы наткнулись на действительно традиционный туалет. Как японцы ходили в период, ну, где-то примерно эпохи Эда, то есть 16 век. Это туалет без подмыва задницы. Сегодня в ужин нам включены также какие-то хитрые настойки. Давай продегустируем. Дегустатор. Дегустатор? Вот. Это не то, на что я рассчитывала. Это просто сладенькая водичка. А вдруг сейчас как встать? Сейчас опять приседать пойду. Да. Ну, ладно, как бы, сашими понятно, сладкий омлет понятно, непонятные шарики понятно, звездочка понятно. Снова нам принесли какую-то штуку. Это опять сюрприз. Сейчас будет анбоксинг. О, да, это то, чего я ожидал. Это какой-то шарик в какой-то жиже. Так, супер. Что же здесь? Вот это сюрприз. Ой. Это просто рис. С дотертой. Красивый. Кукой. Красивый. В кубике. Крабовый салатик. Ставь лайк, если любишь крабовый салат, и поделиться видосом, если оливьешку. Еще нам принесли вот такие вот людечки с мясом. Это вроде бы свиной стейк, и мы закинули их на вот эти чугунные листики, и вроде бы как через 15 минут оно у нас все пожарится. Что? И когда я подумал, что все, я победил, я все съел, я молодец, здесь пусто, здесь пусто, я силен, нам принесли еще темпуру, и еще огурчики, и мисо-суп, и рис, и... Ну ладно, тут и не против. Финальный босс. Арбузики, ананасики, сливки. И... Фейковый апельсин. Короче, я пошел в ансен, и снимать там не буду, потому что хватит уже вот этого вот беспредела, хватит нарываться на неприятности, и так... И к тому же я в прошлый раз очень замучился зацензуривать гениталии чувака, который случайно попал мне в кадр на заднем фоне. В итоге даже Боря ушел из ансенов, он что-то перегрелся, он тут раньше был. И я тут, короче, абсолютно один. И чилой он нормально. Концепция отмокать в торфяной воде, конечно, меня немножечко смущает, но, видимо, это какая-то очень легендарная железистая вода. Все кругом такое ржавое тоже. Были там бассейны с менее ржавой водой, хотя, ну, не сказать, что они были более симпатичными. Вода там очень горячая. Спит после этого замечательно. Экспресс-обзор завтрака. Сырое яичко в водичке. Непонятная жижка, похожая на манку, но точно не манка. Очень мало огурчика. Вчерашние шашлычки. Видимо, кальмар. Вероятно, скумбрия. Это чьи-то руки. Ну, кальмары или осьминога в травке. Это сашими чьё-то. Гребешковая. Сморщенная сливка. Сморщенный нарезанный жареный изюм. Редька. Чай. Рис. Мисо супы. Кубики из манки в бульоне с маленькими креветочками. Ну, и, конечно же, самая изысканная, деликатесная. Морковный сок. Нам объяснили, что это всё-таки тофу. Просто в таком виде, да. Сюда нужно сыпать вот эти огурчики, полить соусом и... И становится вот так. Если это объявление про то, что потерялся котик, то оно крайне высокотехнологичное, во-первых, с QR-кодом, во-вторых, у этого котика была очень даже неплохая фотосессия. О, это же, ну... Это что-то из Наруто. Да? Нет. Затем мы отправились туда, где и место. Всем ютуберам на дно. То есть, как бы погулять по руслу, протекающей через город реки. Вода тоже ржавенькая. Значит, видимо, здесь из источников действительно идёт вот такая вот железистая вода. Здесь есть знак про то, что если тебя застал врасплох поток большой, то туда лестница 25 метров, туда 70 метров, куда убегать. Если ты испуганный японский ребёнок, то нужно бежать вот туда. На том берегу 35,30. Ну, короче, ближайшее на этом берегу 25. Здесь, оказывается, ещё и когда приближается это, ну, типа, большой поток воды, здесь где-то зажигаются жёлтые предупреждающие маячки. Зажигаются, вот он. Судя по тому, как погнуты вот эти вот трубы, здесь потоком действительно несёт иногда достаточно здоровые какие-то валуны или хрен знает что. То есть, видимо, вот вся эта штука становится полноводной, и вот туда вот она летит. Опять же, потому что город курортный, и там немало всяких забавных лавочек. Я не знаю, что сказать по этому поводу. А потому что он в горах, там немало сраных лестниц. Мне нужно минут пять, чтобы разобраться с тем, как это завести. А я не сильно много вешаю. Приветствия какая. Чоу. И так уже полчаса. Зарелся и поехал. Не, ну на самом деле я, конечно, не собирался ничего заводить, но не нужны мне проблемы с местной полицией и с местными богами. Храм выглядит каким-то полузаброшенным, что ли, потому что здесь вода нет ещё что-то должна. Будочка здесь, свод с калом крысиным. Мусор паук его охраняет. Тем не менее, коробочка, где можно кинуть донатик местным боженькам и получить предсказание, была в полном порядке. Так, ну вот в предсказаниях мне попался вот этот мужик. Мне кажется, он сидит на бочках с саке, с бухришком. Ну, в общем-то, я, типа, думаю, что это правильное предсказание. На самом деле здесь какой-то тест с ЕГЭ, вот здесь нужно выбрать пункты. Мы совершенно не понимаем, что делаем, но кажется, вот эти бумажки нужно повесить, скрутить и повесить сюда. Что бы это ни значило. Найдены. Ой, здесь освежиться можно, как круто. А, так я знаю. Смотрите, у них у храмов стоят умывалки обычно. А это автоматизированная умывалка. Ну, как вы поняли, это был уже другой храм, а не тот полузаброшенный. Мы достаточно много шлялись по городу. И в тот момент, когда я начал заглядываться на местную фауну, стало понятно, что надо бы найти что-нибудь пожрать. Четыре бакса, два с половиной бакса. Яблочки за семь с половиной. Персики за два с половиной бакса. Трогать их нельзя ни в коем случае. Девять бакс. Виноград. Пятьсот сорок рублей. Томат такой прикольный, деревянный, как бы, ну, там, напшитый просто деревом. Здесь, смотрите, йогуртовая сода есть. Сода из мочи леди. Гадость какая. Надо взять. Ну, то есть, идеи Бель-Дельфин, они, ну, не такие уж и свежие. По цвету. Как моча в банке. На вкус как энергетик. Как энергетик, очень сладкий. Вот, все. У японцев очень романтичное представление о выделениях прекрасных дев. Газировка со вкусом кобы стейка. Кобовские стейки из кобовских коров. Это, ну, типа, очень легендарные на весь мир. Очень дорогие стейки. Поэтому и лимонад стоит, блин, четыре с половиной доллара. Шарапан тейк май мани, как говорится. Пахнет мясом. Это намного ближе к девичьей моче, чем предыдущий напиток, действительно. Он одновременно соленый, сладкий и отдает, ну, по вкусу отдает соевым вот этим насыщенным соусом, который здесь стейки в якинику макают. Вот это такой сладкий терияки соевый соус. Вот оно с ним. Послевкусие очень мерзкое. Моча женская мне больше понравилась. Специально надрессированный гусь, который ущипнет тебя за песос, если будешь курить. Ну и, наконец, спасение любого голодного туриста. Местный 7-Eleven. Жители Казани и прочего Татарстана, я думаю, будут чувствовать себя здесь, как в родном месте. Здесь, как бы, Эчпочмаки здесь тоже очень в почете и продаются в магазинах прям в огромном количестве. Вот такие, такие. Нагуглить, найти, понять, какая тебе нужна остановка, когда кругом все с иероглифами. Это достаточно сложная задача, но мы вроде бы нашли нужный нам Нарутобус, сели в него и отправились обратно на железнодорожную станцию. Если бы я был Шелдоном Купером, то, пожалуй, эта поездка стала бы самой любимой в моей жизни, даже несмотря на то, что моя жизнь вроде бы как еще и не закончилась. Но поскольку Шелдоном Купером я не являюсь, это был достаточно долбанный ад, потому что нас опять ожидали несколько пересадок, несколько разных поездов. И суммарно мы находились в дороге за этот день около восьми часов. Из интересного, наверное, можно отметить только самый последний поезд, который вез нас уже почти непосредственно к городу монастырей Коя-Сан. И этот поезд был классный не только потому, что там была инструкция по поведению в поезде от Филси Фрэнка, что немного странное решение, а еще и потому, мимо каких пейзажей он нас провозил. По одноколейной железной дороге он провозил нас через местности, ну, прямо как в мультиках студии Гимли. И было ощущение, что вот мы доедем до финальной станции, и там всех моих попутчиков превратят в свиней, а я буду работать в бане и мыть сиськи странным монстром. Но этого, к сожалению, или, наверное, к счастью, на конечной станции не случилось. И мы пересели на еще один интересный вид транспорта. Это был уже не поезд, а фуникулер, который должен был поднять нас на 320 метров выше, в горы, и эта дорога была не менее живописная, чем та, по которой нас вез тот гимлевский поезд. И еще 10 минут пути через туман на местном автобусе, и вы попадаете в тот самый город храмов Коя-Сан, и идете, ну, например, как мы это сделали, в свою гостиницу, которая находится прямо в действующем буддистском монастыре. Где вам сразу же проводят экскурсию по, ну, этому самому монастырю, несмотря на то, что у вас на спинах рюкзаки 20-килограммовые, ведь вам очень нужно знать, где находится сувенирная лавка, где находится общий зал с вайфаем, где помещение для медитаций, а где, собственно, карпы расцветки крабовых палочек. Тапки сняты. Ох, ты жжет. Мыться, скорее всего, в ансене, но проверь шкафы на всякий случай. Тебя по щекам может побить? Я не могу, не могу пойти. Сейчас, подожди, я проверю, есть ли туалет в номере. Так, тут нет. Пописывал, руки помыл, и такой... Опа, открыл окошко. А тут дворик внутренний. Все, никакого тебе вам, вот, только хардкор. Стекла нет, только рисовая бумага. Я не очень понимаю, но, кажется, этот самурай католик, и я сужу не только по этому штуке над шлемя, и вот по... Как вы уже успели осознать, мы находимся достаточно в глуши, но сейчас момент истины. Самое важное, что нужно проверить здесь. Да, прямо в этом монастыре. Зал, а там на углу два пакистопа. В Кояса на его окрестностях находится порядка сотни храмов, и прогуливаясь по нему перед ужином, действительно ощущаешь вот это вот буддистское спокойствие. Впервые настоящий васаби, скорее всего, он и по вкусу должен отличаться. Сегодня, поскольку мы в монастыре, у нас вегетарианский ужин. И, в принципе, вот здесь тофу, здесь другой тофу, а здесь, знаете, что здесь еще другой тофу. Я не исключу, что здесь что-нибудь из тофу. Угадайте, что вот это, это, конечно же, тофу. Только что нам принесли, прикиньте, тофу. Вот, а здесь горячо пока что, но я думаю, что даже если я открою, там... Ну, даже, я думаю, что там тофу. А, кстати, это может быть и не тофу. Вот это сюрприз. А вот здесь тофу, кстати, еще забыл. Конечно же, нафаршировав себя тофу и насмотревшись пруда с карпами, спится очень по-буддистски крепко. Ладно, короче, сегодня не буду вам ничего рассказывать про еду. На следующий день мы объединились с нашим другом, японским белорусом Сашей, которая сразу же принялась рассказывать нам всякие инсайды. То есть вот это вот, вот этот вот, вот этот вот Кавай, это великий учитель, просветитель, который был в Китае, построил этот город, основал. Интерпретация. Ну да, 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 такая. Их ты делим его вот так. Чиби-версия. У нас выдалась возможность еще немножечко походить по этому городу резервации вокруг храмов и монастырей. Жутко спокойному, жутко приятному. И если мы здесь и видели туристов, то они были японцами. Это очень приятный момент. Сосновый парикмахер. Я вот эти баночки видела в Sailor Moon. Здесь у нас это если вы бухали, и вам очень плохо печень и почка. Это типа сила этого имбиря. Вот я сегодня вот такую пахнула. Ананасик здесь имбирь. Нравится аскетичность этой упаковки, я ее верю. Всякие, все такое. Это для глаз, для красоты. А вот это просто витаминные споры. Из того, чтобы просто выренько зачарствоваться еще, вот это желешки. Я беру вот такие обычные для витаминов 12. Это минералы, это тоже витамины. Ну, то есть здесь будет разные витамины. Это кальций, это протеин, это тоже энергия. Плюс солевой баланс восстанавливает. Ну, тоже энергия. Стронг. Ну, вот такая вот, что голубы, да. А это просто те, кто следит за фигурой и не хочет поправиться. И такие желешки покушать, но не, как сказать. Да, не набивает желудок желешки, они не жирные, ничего. Я не знаю, что это, взял просто самая эскетичная упаковка. Сладенько. Как будто в сладенький мультивитаминный сок кинули чуть-чуть муки. И оно слегка вязкое. Ну, я надеюсь, что это мука, это энергия. Пока не взбодрился. О, о, немножко пошло, взбодрился. А, нет, просто газа. Приветливая бочка, и тебе день добрый. День добрый. Именно в этом месте, в одной из колыбелей японского буддизма, Саша решила, что нужно рассказать нам про такой важный культурный аспект Японии, как самоубийство. А термин куроши, он относится только к самоубийству, или это именно самоубийство из-за переработки, вот как я знаю? Это именно, это именно из-за переработки. То есть это вот прям конкретный термин самоубийства из-за того, что ты переработался? Да, а именно... Типа отработал день, пошел в окно, а не домой. Да, а как само самоубийство, это десация, по-моему, если мне не изменяет нам. Е, чел. Нашей задачей на день являлось пройти по паломническому пути Кумано, к которому сходятся пять паломнических троп со всей Японии, включающих в себя, кажется, 88 храмов, и эти тропы продумал сам Кободайши Кукай, большой учитель Кукай, основатель города Коясан, хотя по его признаниям он вроде бы был только в двух храмах из этих 88, но кто мы такие, чтобы судить великого учителя? На самом деле, мы, конечно, собирались пройти не весь путь, его протяженность где-то 70 километров, у нас не было столько времени, и хотя сама по себе тропа не очень сложная, это крайне лайтовый хайкинг, из-за жары, высокой влажности и постоянных перепадов высот, конечно, идти не сладко. Зато по сторонам прям очень красиво, и ты потихонечку начинаешь, само собой, просвещаться. Тебе прикинь, здесь падают деревья, и здесь даже подпиливают, чтобы пройти было удобно, ну, то есть, вот, то есть, ну, совсем лайтовая так-то прогулочка. Дерево упало, сделали кругом вот способы обойти. А когда мы добрались до одного из святилищ, Саша объяснила нам, почему там обычно стоит так много ворот, потому что люди их донатят. Ну, то есть, вот, в храме можно поставить свечку, а в буддистском храме можно поставить ворота. Спереди обычно написано только название святого места, а когда вы возвращаетесь, а возвращаться вы по-любому будете, вы же не будете там жить в этом храме. Здесь спам, да? Да, кто написан... А, вот, кстати, табличка, да. Написано, кто поставил ворота и в какое время поставил ворота. Чтобы вы понимали, ворота здесь не дешевые. Средняя стоимость ворот примерно где-то, наверное, от 10 тысяч долларов, самые простые, и цены растут по экспоненте. Ну, я на новые смотрю, у меня аж прям это самое, блеять хочется. Потом ты такой, еще прешься по очень красивой чаще, еще прешься, потом такой, ого, табличка про то, что тут могут быть медведи, и инструкция про то, что делать, если он тебя пытается съесть. Потом приходишь такой, ого, ничего себе, какие красивые храмовые ворота. Потом опять попадаешь в чащу, потом вроде бы как идешь немножечко по городу, потом снова в чащу. А если я уже просветлился, мне можно домой? Нет. А если вот мне кажется, что я точно просветлился? Можно домой, нет? Домой? Нет. Ладно. Короче, ну, просветление, оно не проходит даром, как бы возникают разные мысли. Сперва я подумал, что придумать и скрестить ультимативное, стрёмное насекомое скорпаукопендру, этого достаточно. Но потом я подумал, что некоторые люди боятся еще змей, поэтому оно должно быть очковой скорпаукопендрой. Но Алина мне подсказала, что очковое оно не только потому, что оно как кобра, а еще и потому, что оно заползает в очко. Мне кажется, вот это вот абсолютно, абсолютно идеальное насекомое, которого все боятся. Очковое скорпаукопендра. Скорпион, паук, скалопендра. Вы нашли? Что? Нет, я его соз... Я когда вырасту большим, я создам это животное. Потом ты еще немножечко прешься почаще и начинаешь придавать значение всяким мелочам. Он, ну, прям хорош, это буревичочек. Ну, я, конечно, на всякий случай не рискну его лизать. Эй, грибок, полезай в кузовок. Враток он просит. Враток? Враток разве? Нет, в кузовок же. Ну, кто куда пихает. Ну, вообще тоже очень-очень мясистый боровик такой. Да, это цикадка, и ее уже ест вот этот здоровенный паук. Этот паук крайне жирный, я вам должен сказать. Но и эта цикада достаточно жирная. Блин, а там еще один такой паук висит вот там. А-а-а, нет, ему плевать. Путь наш завершился достаточно логично, на кладбище. Причем на одном из самых легендарных кладбища в Японии. Все хотят быть здесь похороненными. И получить здесь место, это большая привилегия. Привилегия, которая покупается за деньги. Поэтому многие могилы выглядят как гробницы месопотамских правителей. Слушай, ну это прям не кладбище, а какая-то выставка достижений народного хозяйства. Ну, вот здесь вот, скорее всего, похоронен основатель Адеранс. Небольшой японской компанией, производящей парики. Ежегодных продаж продукции всего на 700 тысяч долларов. Здесь, скорее всего, бывший хозяин японской корпорации Excel Human, производящий широкий спектр товаров и услуг премиум-класса. Размер капитала 45 миллионов долларов. Sanki Group. Производственные машины, автоматизации, станки. Годовой доход только в США 13 миллионов долларов. Это, скорее всего, семейное захоронение хозяина UCC, компании, производящей кофе и чай. Годовой доход 1,2 миллиарда долларов. Бывший хозяин Toyo Tire. Думаю, многие знают эту компанию, производящую покрышки, с годовым доходом 3,8 миллиарда долларов. Строительную технику от Hamatsu, думаю, тоже немало кто видел. 60 тысяч служащих по всему миру, годовой доход 22 миллиарда долларов. Думаю, вы сами прекрасно знаете, что это за компания, а памятник, скорее всего, двум из ее основателей. Тут уже годовой доход измеряется сотнями миллиардов баксов. Я думаю, что вот в этой пагоде кто-то болеет, потому что ему принесли апельсин, чтобы он выздоравливал. Дальше находится старое кладбище, где людей хоронили не за деньги, а потому что они являлись какими-то духовными лидерами или монахами. Само захоронение образовалось вокруг храма, который построили рядом с кельей, в которую когда-то великий учитель Кукай ушел помедитировать и больше никогда и не вышел. 1200 лет уже не вскрывали его келью. Считается, что он до сих пор сидит там и медитирует, и охраняет всех тех, кто захоронен вот на этом кладбище. Как будто мне вот-вот ручку предложат позолотить. Это Растаблух? Нет, это... Витеблогерш. Пивоса тоже притащили здесь пожертвования. Ну, собственно, для кого что самое ценное, то и несут. А вот какие милые пупсы вот тут вот. Реставрируют кладбище, надо отметить, тоже очень старательно и круто, чтобы после реставрации оно выглядело как старое кладбище в хорошем состоянии, а не как обосанный новострой. Сакральный смысл того, зачем там люди вот это делают, нам Саша, конечно, объясняла, но я уже забыл. Мне было жутко неловко перед божественными челиками, но я все равно прошелся и вот поблескал им водичкой в святые лики. Но все равно перед каждым из них очень сильно извинялся. Ну, на всякий случай. В самом храме, рядом с которым сидит Кободайша, снимать и доставать телефон нельзя. Ну, кто мы такие, конечно, мы правила не нарушали, но там, конечно, очень красиво и здорово. Мы посмотрели и успели еще вечером немножечко погулять по самому городу. Вон какая пельмешка красивая. Вот уже на это сравнение Будда, кажется, в конце концов разгневался и следующее утро нас встретило проливным дождем. Элегантная. Я тебя не слышу. Где мой что? Колокол. Где твоя Эсмеральда? Ну, а потом вы понимаете, фуникулер, волшебный поезд, пересадка, гачапоны, еще один поезд, буферин, ну, наверное, что-то для женской груди. Еще пересадки, еще пересадки и... Вот мы и приехали в Кумамото. Почему? Во славу сатане, конечно же. Ну, помните Кумамона, этого когда-то завирусившегося в интернетах маскота города Кумамото? И челы его там сейчас эксплуатируют в хвост и в гриву просто везде, везде. Ну, нет, этот город совсем не зациклен на своем маскоте вообще. ни капельки не зациклен, что вы. Кумамото, которые оказались недостаточно милыми и не завирусились по миру. Кумамото, как оказалось, также известен своими трамваями. Ну, вот такая вот фигня. В Японии полно поездов и всего прочего, а трамваев почему-то немного. И несмотря на то, что внутри там все такое историческое и сохранено, ретро, но кондиционеры установлены, знаете ли, и фигачат, дай боже. Дай кумаможе. Оказалось, в Кумамото есть еще и замок. Один из трех самых легендарных замков Японии. Туда мы, собственно, и пошли. Его в Кумамото тоже очень сильно любят. Не так сильно, конечно, как Кумамона. Но вот тоже у него есть свой маскот. Мы его назвали Замок Кун. Не знаю, как он на самом деле называется. К сожалению, в 2016 году замок пострадал от сильного землетрясения. И туда только в 2019 году начали пускать по каким-то специальным дням и праздникам в какое-то одно конкретное здание. Мы, к сожалению, были не в такой день. Реставрация ведется с присущей японцам скрупулезностью только традиционными инструментами из современного там, ну, типа леса и подъемной экраны. Вот, например, лежат камушки пронумерованные, которые будут вставляться в стену только в правильном порядке. Поэтому реставрировать его будут еще 20 лет. Да, слизь по палочке. Молодец, все запомнила. Тут у нас и Кумамон, и Замок Кун. Все тут находятся. Но это нездорово, очевидно. Вот он припуше немножко. Плюс он на упоротого лиса немножко похож. Памятник креветочке прелесть какая. Ну и поскольку в замке смотреть было особо нечего, мы отправились погулять и допереться до второй самой хорошей роменошной в Кумамото. До второй не потому, что мы любим аутсайдеров, а потому что до самой хорошей роменошной было просто дальше идти. А голод он, как говорится, не йо-ко-ону. Ну а когда ты уже поел, нужно, конечно же, отправляться, удовлетворять свою следующую по порядку физиологическую потребность шопиться всяким дешевым дерьмом. Проклятый дайсо. Нет, пожалуйста, моя корзинка уже наполнилась каким-то говном. Почему я еду на второй этаж? Так, надо скорее бежать, пожалуйста. Я взял себе ремень, он мне нужен. Странную белую жидкость, похожую на айран. Здесь нарисовано яблочко. Еще я взял вот этот вентилятор. Но сейчас очень жарко, он мне реально пригодится, он очень классно дует. Взял бинокль. Не знаю, зачем я взял бинокль. Ну и еще мешок всякого съесть снова. Причастившись после всей этой садомии и немного пошлявшись по какой-то модной кумамотской вечерине со стритфудом и смузи, мы отправились в гостиницу на боковую, а вы сейчас отправитесь в следующий день моего видео. Трамвай, 8 утра, знаете, как будто на работу собрались. Или на учебу. Хаменный век. Следующий наш поезд был достаточно изысканный и немного напоминал старый советский диван. Бобелен. И довез он нас в город на юге Японии под названием Кагошима. Мы идем просто на очень классный вулкан, действующий вулкан, у которого происходит в год примерно 2000 извержений. А, мы можем попасть в извержения? Есть прогноз извержений же какой-нибудь? Нет. Как прогноз погоды? Ну, говорят, что местные даже не замечают. А все туристы такие, вау, он извернулся, вау, он опять извернулся. А, у него газики просто, да. Кстати, трамвай оказался не такой уж и уникальной кумамотовской темой. Здесь в Кагошиме он еще идет по разделительной полосе с просто идеально ровным зеленым газоном. А это, я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, это реклама клининговых услуг, нарисованная в стиле онеме. Простите мне мой французский. И только мы дотащили свои рюкзачеллы до гостиницы и сдали на хранение, как у нас появилась небольшая проблема. Бл***ь. Мы опаздываем на паром. Он ходит один раз в день. Очень плохо. Сейчас нас объедут машины. Нет, не сбило. Ууу, зеленый. Не вижу паром. Кажется, нам нужно прибавить ходу. Подкинуть угля. Угу. Ты видишь паром? Нет. Особенно в данный момент. Крики. Ступеньки, как прекрасно! Саша повисла, зацепилась мизинцами за причал, руками за паром и держала его. И мы, вероятно, успели. О, прям сейчас извергаются? Прям все сошлось. Будь здоров, вулкан! О, японцы, вот здорово! Хорошо, что карту туалета приклеили. А то, знаете, зайдешь в туалет, заблудишься там. О, так вот откуда в волшебных японских вендинг-машинах берутся все бутылочки со вкусными жидкостями. А я-то думал, как они туда попадают. Это лимонадик с кусочками желешки внутри. И оно не выливается даже. А вкус как? Витаминчики растворимые. Местные такие, типа, этому вулкану говорят, извергайся на здоровье, пожалуйста, дорогой. Спасибо тебе, туристов привлекаешь. Это создает очень благородную почву для выращивания овощей и фруктов. Ну, именно овощей. Пепел, потому что? Да? Пепел, потому что? Да. И говорят, что вот, типа, помидоры всякие, а курсы искогасимые, они самые такие. Паромы, кстати, ходят каждые 15 минут, но мы спешили конкретно на этот, потому что он идет не напрямую в порт на остров Сокураджима, ну, с вулканом, а делает кружочек, что дает возможность хорошенько его осмотреть. Я решил, что этих детей везут вообще бросать жерло вулкана, поэтому они поют, чтобы его как-то немножечко задобрить. Но я, конечно, могу ошибаться. Кока-кола Энерджи. Но мне тут нужна энергия. Наверное, гадость. Как ни странно, на вкус это не как будто в колу влили энергетик. Как будто в энергетик влили колу, да. Может быть, совсем надо велико. Ребята действительно любят свой вулкан и вряд ли будут рады, если он погаснет. Вы посмотрите, они продают даже пепел из вулкана, песочек, камушки продают. Они просто монетизируют максимально эту штуку. А мы такое с Фуджи притащили. Пыль, да, вот там еще другая какая-то есть, смотри, пыль. Возможно, более элитная. На секундочку, мороженое тоже с пеплом. И дождавшись и загрузившись в свой замечательный автобус Сакураджимовский, в котором, кстати, внутри салона горят предупреждения, когда он тормозит и когда он поворачивает. Ну, чтобы ты случайно не упал внутри, не дай боже. Мы добрались до смотровой площадки рядом с вулканом, с которой открывался вообще прям замечательнейший вид во все стороны. Вот тут мы, вот вулкан. Вот он там. Немножко порожает все-таки. Вулкан оттуда тоже само собой было прекрасно видно. И, кстати, это вообще не извержение. Он вот просто всегда так пыхтит. И местным на это действительно решительно наплевать. В магазине ты в сувенирном берешь маленькие штучечки, а здесь им хоть посыпайся. Блин, я знала, что надо было купить вчера резиновую кошелечку. Я бы сейчас набрала, набрала, набрала. Ай! Лечебный. Ну, кроме вулкана и пепла, на этой площадке смотреть не на что. И мы отправились обратно посмотреть, что там вообще еще на этом острове есть. Мишки говорят, что тут очень горячо. Я сейчас... ААААААААААААААААААААААА вот так ж ,, АААААА Seeing teach early. Куда? Ниже, ниже. У нее была прямо жидко. В мое лево, в мое лево, в твое право Туда, туда. Ты Борю держишь? Нет, вулкан. Выше, выше. Ну там дома здесь нет камней не кинешь ты в меня камнем а нет есть ладно перестал ну там типа черные камушки голубая водичка в целом достаточно красиво можно и погулять по сути все но крабы есть с крабами всегда классно пообщаться кто со мной не хочет дружить даже крабы будешь со мной дружить краб уже когда мы поперлись обратно на пару мы заметили что вулкан как начал выкидывать заметно больше пепла но типа вулканы вулканами знаете а покушать нужно тем более в портовом ресторанчике безлимитная матча который ты себе насыпаешь кружечку заливаешь кипяточком и вот так вот делаешь сколько угодно раз потом на бумажечке пиши какие ты хочешь сушечки жмешь на кнопочку отдаешь эту бумажечку и через некоторое время к тебе приезжает тарелка с тем что ты заказал разный цвет тарелочек это как бы разная ценовая категория того что ты ешь когда ты закончил и наел сколько хочешь приходит официант и вот таким вот сканером считывает все тарелки выдает тебе сумму на которую ты нажрал с ушей когда мы вышли мы заметили что не только нас раздуло от того что мы все съели а как вулкан тоже начал так по-честному и серьезно пыхтеть без лавы и камней конечно но когда ты находишься в такой непосредственной близости от этой штуки немножечко стремно вот это у него бомбанула а когда ты хорошо так поел нужно что делать правильно конечно же забраться на гору нас же блин а нигерий не корми дай бы на гору вот вы только бы забраться с горы открывается максимально премиальный вид на сам город кагашима еще и в закатном солнце понимаете ли все ну вообще как с открыточки ну и само собой на достояние этого места на вулкан оказалось нам вообще очень повезло это то самоизвержение которое происходит там всего два три раза в месяц и когда ветер в сторону городу его весь накрывает пеплом туда даже приезжают челики с серьезными видеокамерами которые ну не знаю наверное потом продают это видео тем кто делает малобюджетные фильмы катастрофы узнали мы все про вулкан от японского дедушки с которым нам помогала общаться саша который может говорить по японски дедушка пенсионер айтишник в прошлом сейчас каждый вечер сам пешком забирается на вот эту гору и созерцает ну японцы любят созерцать также он рассказал что собирается как-нибудь доехать до россии прокатиться на поезде конечно же на поезде по транссибирской магистрали мы его конечно немножечко так ну вот говорили ну что может лучше сначала как-то начать там с чего-то попроще в питер заехать хотя бы или что-то такое тем не менее узнали очень много интересного все пересказывать не буду как-нибудь там увидите меня на улице спросите перескажу в общем заразговаривались мы с доброжелательным пенсионером прям до темноты вот японский кот не такой общительный как японский пенсионер делает вид что не понимает что такое кис-кис-кис но чисто из вежливости все-таки выглядит мило какая-то нечистая сила снова затащила нас в магазин дешевых товаров в этот раз я был сильным и не накупил всякого дерьма но позалипать как обычно там есть на что хотя бы потому что это несколько этажей всякого дерьма и ну порассматривать чисто как в музее тоже очень даже классно как будто кроксы сами по себе недостаточно чудовищны вот это просто вагины искусственные а вот этот типа игрушка-трансформер это как бы персонаж искусственная вагина но он трансформируется в робота а это набор здесь есть и искусственная вагина и собственно робот нет или это его ракета помадки вибраторы классно копытца вибратор лучок фанатские кепки тех кто очень любит вот эти вот искусственные вагины снова утро снова трамвай до железнодорожной станции я обожаю это поездка поезд у нас на этот раз был очень стильный и очень ретровый и привез он нас в еще один легендарный город с геотермальными источниками и с очень прикольным названием бепу у меня от усталости уже включился режим туристы-нигилисты который не обращает внимание на то с чем фоткаются остальные зеваки зато я никогда не упущу возможности обратить внимание на какие-то идиотские маленькие детали вот например рандомный эректор в сэвен-элевене а вот обезьянка и сатана ван сэнен типа типичный детский сюжет для японии или вот мое любимое развлечение зайти в зал с починкой машинами и оглохнуть там от звука маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И очень стильненько, атмосферненько Но город таки весь про геотермальные источники Они там везде Горячий пар валит из каждой подворотни Из каждой дырки в земле А на этой штуке, кстати, готовят пирожки Я не шучу В музее геотермальных источников просто замечательные билеты Они являются также и наклеечками А еще в этом музее, сука, идет дождь Зато прямо там, на месте, прям на кассах у входа Можно купить замечательный вот такой вот легкий прозрачный зонт За 3 бакса Вообще отличный, я до сих пор им пользуюсь А еще там, не поверите, там геотермальные источники Вот, например, рядом с этим красивым прудом Геотермальные источники в трубах Геотермальные источники голубого цвета Геотермальные источники рядом с храмовыми воротами Геотермальные источники какого-то достаточно неприятного коричневого цвета И еще геотермальные источники, к которым мы уже не пошли, потому что просто-напросто устали от геотермальных источников. Так что пошли мы гулять вдоль океана, по берегу, и он, кстати, является такой недооцененной достопримечательностью Беппу, потому что береговая линия там очень-очень симпатичная, очень такая созерцательная. А еще дико созерцательные вот эти челики, которые бегают по набережной, потому что они классно хрустят, когда ты на них наступаешь. Попить. Такой берешь, откручиваешь, а оно такое... Сука! Как я из тебя пить буду, ты меня насквозь клизму сделаешь через рот! Можно отрегулировать? О, можно, ой! Ван какой классный корабль стоит, видите? Конечно же, я должен был забраться на него и по трубе скатиться вниз, прямо как мой контент. Кажись, застрял. Тут муха! Ай, жопа муха! Я чувствую себя унижена. Такой ты и есть. Так что не думайте, что это только я унижал Алину, она тоже это постоянно делала, так что все гармонично и прекрасно. Почти так же, как этот закат над городом геотермальных источников. А поскольку мы планировали поужинать в гостинице, но дойти пешком обратно уже явно не успевали, пошли попытаться сесть на какой-нибудь автобус. Прошу обратить внимание, мы находимся на автобусной остановке, достаточно вперди. Здесь вот как бы кусты, шоссе, закрытые магазины уже, вот расписание. Ты подходишь к нему и здесь, оп, сенсорный свет на солнечных батареях, естественно. Ну, пожраконькать. О, это уже почти кипит. Как будто масло. Кратно вкусно. Вкусно. Просыпаешься ты такой и не понимаешь, а что там сверлят-то, бурят-то. Оказывается, у тебя вот там вот перед окнами деревья, на которых сидят цикады. Вот вчера, когда мы шли вдоль шоссе, голос повышать не нужно было. А вот сейчас, когда ты проходишь мимо дерева с цикадами, его приходится повышать. Они, сука, так орут. Это был не самый неприятный звук в этом городе. А знаете, какой самый неприятный? Ни за что не поверите, что потом. Потом поезда и опять вечные попытки не потеряться и не сесть не туда, куда нужно на пересадках на промежуточных станциях. Если ты можешь сделать из своего поезда персонажа трансформера, то, ну, как бы, какие есть причины это не делать? Прикиньте, судя по залу, недалеко здесь где-то есть статуя капитану Харлоку. Но непонятно где, я только вижу просто зал где-то, ну, вот он где-то рядом, наверное, снаружи. Космический пират, капитан Харлок, статуя, полный рост. Япония. И, наконец, всемогущий Шинкансен-сан, который должен был нас в своем утробе отвезти в Токио через всю Японию. Я не шучу, реально посмотрите по карте, от Пеппу до Японии просто огромное расстояние. В Шинкансенах здесь есть, ну, типа, просто туалеты. Здесь вот раковины и еще раковины. А есть, типа, писсуары. И здесь двери не закрываются. Ты, типа, входишь и стоишь спиной, ну, и все, ну, потому что, как бы, тебя и так видно, что ты спиной стоишь. Если ты только не стоишь на двери вот сюда. Уже в Токио мы обнаружили офигенную штуку. Это, короче, бесплатные железнодорожные коллекционные альбомы с покемонами. Какие-то есть станции в Токио, как я понимаю, по которым нужно собирать, видишь, штампики конкретные станции. Когда ты собираешь все штампики со всех станций, ты получаешь какую-то коллекционную штуку. Вот мы сейчас находимся здесь. Мало давки в метро, еще там детей безумно сидели. Сейчас вот здесь мисте. Кажется, да, больше нигде нет. Вот здесь можно мисте получить. И ты собираешь со всех этих станций, там собираешь штампики. Вот. Я такого крылья не видел, 5 тысяч, короче, не падает. Офигеть. И ты получаешь для своего проездного конвертик в форме Пикачу и еще какой-то вот... Нам было мало поездов и, скинув рюкзаки в гостиницу, мы отправились в ад токийского метро в самый неподходящий для этого час, когда солариманы в белых рубашечках направляются с работы домой. И добрались до меки всех гиков, задротов и мышников на станцию Акихабара. И если я там уже бывал, можете посмотреть мой отчет в видео с прошлой поездки. И у меня не было какого-то лютого восторга. То кое-кто попал в это место впервые. Я нашел тебе ногу Халка. Я себе мужика нашла, какая нога Халка. Я понял. Подожди, у меня руки лунной призмой заняты. Вот я вот видео показываю, а кто-то типа кипятком сейчас ноги себя ошпаривает. Покажи поближе, значит. Да, да, да. Что меня интересовало, так это шинтоистское святилище, в котором, как я узнал, всего за 50 баксов могут провести специальную службу, чтобы осветить любую технику, которую ты принесешь. Это тот чел на саке, который у меня, предсказание у меня есть. Вот что он предсказывал. Вот что предсказывал тот чел. К сожалению, мы приперлись слишком поздно, и там уже не то, что индивидуальную службу заказать нельзя было, там, в принципе, почти все было закрыто. Но я типа как умел, как понимал, ну хоть как-то решил приобщиться к святому делу и попросить у буддистского боженьки, ну, мне там хотя бы прямые клешни, не раковать в играх. И там, ну, чтобы во имя ГГВП игры на свитч хоть иногда бывали по скидкам, а то это издевательство какое-то вообще не по-божески. Он мне даст сейчас штуку. Да-да-да, вот эту штуку, да-да-да, хочу очень, очень хочу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, спасибо. Ну, понятно. Там, может, на английском? Да мне все равно что-нибудь про дрочку тут написали. Да, вот так вот, прям на этом я и закончу это видео. Свитч до сих пор жив. Клешни у меня не выпрямились, поэтому я так долго монтировал. Ну, не только поэтому, но и в том числе из-за своих клешней. Вот я закончил видео, сейчас в моей альтернативной монтажной вселенной 2 часа ночи. Спасибо, что оставались со мной весь этот час с ума сойти. Пишите в комментариях, сколько у вас сейчас времени, во сколько вы закончили смотреть это видео. Можете еще написать, где вы сейчас находитесь. Может быть, вы с семьей за праздничным столом. Это было бы странно, учитывая, чем я закончил видео. А может, вы в 2077 году и сейчас смотрите это видео у себя с глазницы внутри. Тогда, возможно, вы также видели и другие мои видео, которые я примерно к этому году и выпущу. Потому что я их не очень быстро монтирую. И это я монтировал в несколько месяцев. Видите, у меня даже волос стало меньше. В любом случае, чтобы я это делал быстрее, чтобы я активнее монтировал, чтобы у меня была мотивация, ставьте свои драгоценные лайки. Для вас это совершенно не сложно, а мне прям очень приятно. И не только приятно, это дает мне магическую монтажную энергию, чтобы скорее заканчивать с вот этими вот всеми нарезаниями, озвучиваниями, музыками и всем. Надеюсь, что вам доставляет удовольствие то, что вы смотрите на моем канале. И спасибо вам еще раз за то, что оказались здесь, со мной вместе в конце этого видео. Все. До новых интернетовых встреч. Муа!